Добрый вечер! В прямом эфире новости Прима. В студии Давид Абаджан. Коротко о главных событиях дня. О травле детей в красноярских школах заявляют родители. Подростку подкинули в рюкзак банку с тараканами за публичное видео, а девочку-старосту якобы побил одноклассник. Он начал пинать ее ногами, пол ногам. Как на это отреагировали директора школ и полиция? Зарплаты всех бюджетников в крае вырастут со следующего года. Какая будет прибавка? Через пять минут. Главный парк города закрывается на два года. В Центральном запретят даже обычные прогулки. Самокатчик едва не разбился из-за дыр на Копыловском мосту. Можно провалиться. Под низом дыра. В рубрике «За Красноярска обидно» изучаем опасные тротуары на переправах города. И начинаем выпуск со школьных разборок. Мама девочки-старосты пожаловалась, что на ее ребенка прямо в кабинете напал одноклассник. Якобы из-за примеров на доске. Еще один скандал случился в школе на Толстого. Подросток в столовой снял на видео тараканов и выложил в сеть. И те, кого он задел публичным роликом, видимо, решили отомстить. Подкинули банку с насекомыми парню в рюкзак. Полиция проверяет оба инцидента. Алена Крашенинникова пообщалась с участниками конфликтов. Синят маленькие, а то, что было на видео, это намного больше, чем синят. Наталья рассказывает о конфликте ее дочери и одноклассника в 72-й школе на Курчатова. Говорит, ее девочка-староста в классе. Учитель написала на доске примеры. Одноклассник начал их решать на перемене. А ответственная младшеклассница решила стереть его решение. Завязалась потасовка, которую позже Наталья увидела уже на кадрах с камер. Видео сейчас у директора школы. Он отреагировал очень буйно и начал ее толкать. На видео было видно, как она шатается. То есть он толкал ее не легко, а довольно-то агрессивно. Моя дочь не отошла. Она продолжила дальше стирать примеры. Он начал пинать ее ногами. Он толкнулась с такой силой, что она упала вся на пол. После чего она встает, кладет, подходит к доске, чтобы положить тряпку. Он берет указку и начинает бить ее по ногам. Наталья сразу написала в чат класса. Однако мама мальчика ответила, что все это фантазии ребенка. Дозвониться до нее нам сегодня не удалось. Со слов мамы и мальчика она нарушила его личное пространство. Хотя я не считаю доской его личное пространство. Мама с директором признали, что да, мальчик вел себя неправильно. Так и не нужно себя вести. Но виновата моя дочь, она его провоцировала. С чем я искренне не согласна. После разговора у директора Наталья решила не идти на мировую и подала заявление в полицию и прокуратуру. При этом в управлении образования сказали, конфликт уже улажен. С детьми побеседовали, а они претензий к друг другу не имеют. Это же подтвердила и директор школы Елена Донцова. Я считаю, что конфликт разрешился, дети примирились. Но работа продолжается и будет продолжаться только в хорошую сторону. Да они у меня все замечательные дети. И мальчишка хороший, и Лиза она спокойная, такая старательная. Девочка, которая любит порядок. Директор также добавила, что за классом будут дополнительно следить. Наблюдать будет и полиция. Она проводит проверку. Девочка уже прошла о свидетельствовании. И это не первый такой случай с детьми в красноярских школах за неделю. Ученик 19-й школы Наталстого снял на видео таракана в столовой и в коридорах. Бежит таракашка, ну по кайфу. Ползет милаш такой. Казалось бы, взрослые должны были заняться проблемой, а занялись ребенком. Парня, по его словам, затаскали по кабинетам завуча и директора. А позже и вовсе кто-то ему напомнил историю с тараканами, утверждает школьник. Подкинули тараканов. Вот в этой баночке таракана мне сегодня подкинули. После этого меня вызвали к завучу. Завуч сказал, что я неправильно поступаю со школой, ведь это мой второй дом. И должен был пойти сначала к завучу, потом к директору. Ученики школы называли меня позорником школы, что я неправильно поступаю. Подставляю учителей, директора, ну и всю школу. Часть одноклассников тоже обвинили школьника. А вот другие ученики, горожане и даже блогеры-миллионники, наоборот, поддержали парня за смелость. Когда у ребенка уже есть поддержка за спиной в виде мамы с папой, которые 100% в нем уверены и которые всегда могут подать ему руку помощи. Тогда у ребенка рождается та самая сила уверенности, позволяющая ему выдерживать нападки одноклассников и других взрослых со стороны. Если ребенок так сильно уверен в себе, в своей правоте, что может эту правду нести в люди. Управление образования говорят, факт буллинга ребенка не подтвердился. Дезинфекцию на всякий случай тоже провели. А вот силовики все же заинтересовались давлением на парня и начали проверку. Алена Крашенинникова, Алексей Морозов. Новости Прима. Другим темам. Примерно на 5000 рублей вырастут зарплаты бюджетников края в следующем году. Это подтвердили в правительстве региона. Повышение это запланированное, ведь в стране растет минимальный размер оплаты труда. А в бюджетной сфере на это принято реагировать. Однако повышение пройдет не в виде стандартной индексации. Правительство края утвердило рост доходов бюджетникам всех сфер ровно на 3000 рублей. И на эту сумму накрутят районный коэффициент и северную надбавку. И в итоге выйдет следующее повышение. Для центральных районов края, в том числе в Красноярске, от 4800 рублей. На севере от 7800. Напомню, что повышение МРОД планируется до 30 795 рублей с учетом региональных особенностей. Если вы любите прогулки по центральному парку, есть несколько дней, чтобы его посетить напоследок. 15 октября, уже в это воскресенье, его полностью закрывают почти на два года из-за ремонта. Напомню, сейчас в главном парке города идет реконструкция. Впереди большая перекладка сетей. Гулять там будет опасно, говорят строители. Сначала они не хотели закрывать территорию полностью. Думали реставрировать по частям. Но все-таки прекратить доступ людей на стройку правильнее, посчитали рабочие. В дирекции это подтвердили. Действительно закрываются. Для горожан центральный парк откроется уже полностью обновленным с новыми детскими площадками, зонами отдыха и аттракционами с медиа-центром и фудкортами в 2025 году. Но весной, возможно, откроют детскую площадку, стилизованную под наши красноярские столбы. Что ж, ждем открытия. Красноярец чуть не разбился на электросамокате на Копыловском мосту. Всему виной дыры на тротуаре переправы. Мужчина прислал видео в рубрику «За Красноярск обидно». Подробности через несколько минут. Власти спрашивают красноярцев, как они относятся к чипированию животных. Такое голосование запустило Министерство экологии в интернете. От этого, возможно, зависит, какие законы примут чиновники в отношении питомцев и бродячих. Высказаться можно на платформе «Активный гражданин». Вопросов несколько. Например, согласны ли вы чипировать своего питомца? Нужно ли ограничивать количество кошек и собак в квартире? А еще где содержать бродячих псов? Все эти данные собирают для того, чтобы прописать новые нормы закона об ответственном обращении с животными. Теперь регионы могут сами решать, что делать с четвероногими. Кроме мнения людей, думать над судьбой животных будут ученые и общественники. Принять участие в опросе можно до 12 ноября. Вачинский мужчина, которого подозревают в изнасиловании дочери, пытался порезать себе шею в отделе полиции. Туда его вместе с женой и 17-летней девочкой пригласили сотрудники по делам несовершеннолетних после сообщения, что глава семейства совершает противоправные действия в отношении подростка. Во время опроса полицейских мужчина вышел в уборную, где попытался порезаться осколком от защитного стекла своего телефона. Сотрудники оказали ему помощь и передали врачам. Идет проверка в отношении мужчины. Ну а сейчас еще несколько коротких новостей. Второй турист за два дня сорвался со скалы на красноярских столбах. ЧП произошло накануне. 52-летний мужчина лез на скалу Гриф, упал, ударился головой и грудью. Туристы эвакуировали спасателей и передали медикам. Он жив. За день до этого в нацпарке был смертельный случай. 31-летний житель Сосновоборска сорвался с китайской стенки и разбился. Спасатели вновь призывают не покорять вершины без специального снаряжения и подготовки. Маткапитал вырастет примерно на 50 тысяч рублей в следующем году. Об этом заявил министр труда России. В 2024 году за первенца семья получит 631 тысяч рублей. Сейчас выделяют 586 тысяч. А за второго ребенка будет положено 834 тысячи вместо 775. Красноярский Роспотребнадзор открыл горячую линию для помощи жителям края, купившим путевки в Израиль. Ведомство обещает помочь людям с подготовкой исков и претензий в случае нарушения прав потребителей. Например, если не удалось вернуть деньги за билет. Проконсультироваться можно по телефону плюс 7 391 226 89 50. Напомним, Минэкономразвитие рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Израиль на фоне вооруженного конфликта с Хамас. Вольво отключило программное обеспечение для российских автовладельцев. Теперь нельзя запустить прогрев машины через приложение, установить обновление или восстановить потерянный ключ. Запрограммировать его через программное обеспечение не получится. Об этом рассказали несколько дилерских центров автоконцерна. Такие отключения уже были у Мерседес, БМВ и Ауди из-за санкций. Официальных комментариев от Вольво пока нет. Красноярский край занял второе место в списке самых тревожных регионов страны. Это данные опроса портала по управлению здоровьем Буду. Люди оценивали свое душевное состояние. Жители в среднем поставили 4 балла по шкале общего ментального состояния и по тревоге. И чуть больше 3 баллов по эмоциональному напряжению. Самым тревожным регионом стала Нижегородская область. На третьем месте после Красноярской расположилась Ростовская область. Самыми счастливыми оказались жители Самарской, Свердловской и Челябинской областей. Это новости Прима. Мы продолжаем. Красноярцы жалуются на тротуары в зоне городских мостов. На Копыловском лежат металлические листы, которые местами провалились и стали травмоопасными. Самокатчик едва не разбился на этом участке. Он отправил видео в нашу рубрику «За Красноярск обидно». Евгений рассказывает об испорченной поездке на электросамокатах с друзьями. Он не заметил яму на тротуаре, влетел в нее колесом и упал. Обошлось без серьезных травм, но обида осталась. Я думаю, что очень опасно. Вот как сейчас именно вот там и вот здесь вот эта зона очень самая опасная. И прошу, чтобы пока не наступили холода, как-то заделали безопасность. Такого же мнения и остальные прохожие. На наших глазах в этом же месте чуть не упала женщина. Я постоянно хожу и обхожу вот этим вот бетонком. Я боюсь наступать на вот эти железяки. Это ненормально. Это просто безобразие. Я вот сейчас чуть не провалилась. Если не смотреть, можно и локус ломать, и упасть, и голову расшибеть. Надо внимательно тогда идти по мосту, наблюдать, под ноги смотреть. По Копыловскому мосту на велосипедах и самокатах ездят студенты и школьники, которые также могут получить травмы. Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства спешат успокоить. Говорят, о ситуации знают. Выдано план задания подрядной организации устранить дефекты на пешеходной части Копыловского моста. Также стоит отметить, что под металлическим настилом также есть сеть и сторонних организаций. Им уже также направлено уведомление о перейдении их участков в нормативное состояние. На коммунальном мосту тротуар тоже долгое время находился в печальном состоянии. Но в июне этого года здесь провели ремонт, заменили покрытие. И в принципе никаких проблем для движения здесь больше нет. Остается только обращать внимание на технологические отверстия. Они служат для слива воды и без них не обойтись. Напомним, участником акции может стать каждый. Снимайте горизонтальные видео с кодовой фразой «За Красноярск обидно». Рассказывайте о городских проблемах, которые вас волнуют. И отправляйте нам по номеру плюс семь триста девяносто один двести два двадцать два двадцать два. На Вайбер или Ватсап. Если ваше видео выйдет в эфир, вы тоже получите две тысячи рублей. Павел Горшанов, Алексей Морозов. Новости Прима. Детсадовцев запустили на кухню, а школьников учат готовить полноценные блюда. Так в красноярских образовательных учреждениях прививают основы правильного питания. Подробности в сюжете далее. Что нам надо? Завести тесто, да? Да. Чтобы оно было вкусное, красивое. Под большими колпаками детские глаза следят за указаниями шеф-повара. Это дошколята девяносто второго садика. У них своя кулинарная лаборатория. Здесь их знакомят с основами здорового питания. Детям только в радость потрогать всё своими руками. Тесто делайте. Помочки вырезайте. Воспитатели и повара отмечают. С началом занятий после обедов остаётся меньше пустых тарелок. То есть они сами раз приготовили, всё, им это уже интересно, из чего, как состоит, вкусно, невкусно. То есть всё пробуется. Уже готовили компоты, кисели, нарезки овощей, салаты фруктовые. Каждую неделю посвящают отдельным продуктам. Сначала знакомят на словах, потом на кухне. В итоге кулинарная практика у детей выходит за пределы детского сада. Салаты для мамы каждый день готовлю. Что у нас сегодня в меню? Сегодня у нас в меню греческий салат. А это уже шестиклассницы 155-й школы. После уроков технологии, кого хочешь, научат, как правильно питаться. Такой совет – это перекусывать не сладостями, а перекусывать орешками, йогуртами, фруктами. На первом уроке нам объяснят, а потом у нас как бы практика. Например, когда у нас кулинария, то нам говорят, как правильно подбирать продукты. Сегодня в детских садах и школах Красноярска есть свои программы по знакомству детей с культурой питания. Это общегородской проект. Каждой образовательной организации с 1 сентября мы запустили проект «Здоровое рациональное питание». И каждая образовательная организация представляет свой индивидуальный проект. Но направлен он на одно – это самое главное – здоровое питание, которое объединяет родителей, семью, детский сад и школу. В управление образования добавляют – главное, чтобы культуру питания поддерживали еще и дома. Софья Толстопятова, Сергей Польшаков. Новости Прима. Сделать карьеру внутри собственного предприятия – сегодня это не только возможно, но и очень нужно самим работодателям. Для того, чтобы собственные сотрудники строили карьеру там, где начинали, сегодня создаются и кадровые резервы, и различные профессиональные конкурсы, курсы и программы переподготовки. Как это происходит, расскажем на примере Красноярского алюминиевого завода. Электролизник Артем Дремин меняет анод. Огарок увозит в кран, а на его место в ванну рабочий поставит новый элемент, который поможет превратить глинозем в алюминий. В этом цехе на Кразе парень трудится уже 13 лет. За это время изучил все стороны производственного процесса. Я и звеневой, и где-то на перестановке помогаю, где-то и бригадира замещаю. Я не на одном, в принципе, месте. Отдельная сторона жизни Артема на Кразе – это участие в волонтерских программах. Парень помогает в подшефном детском доме, в благоустройстве города и профессиональных конкурсах. Недавно он занял второе место в одном из корпоративных состязаний. Не так давно Артем вступил и в молодежный совет завода. Вся эта общественная жизнь, говорит, добавляет красок и открывает новые возможности. В будущем Артем видит себя руководителем направления. Возможно, пойдет в инженеры. Таких примеров, когда рабочие профессионально выросли на Кразе, много. Анастасия в прошлом машинист компрессорных установок. Возглавила молодежный совет и перешла работать в дирекцию по персоналу. Участие в таких акциях – это в первую очередь заявить о себе. Сотрудники могут не только развиваться в своей карьерной рез и лестнице в рамках своего подразделения, но и идти в горизонтальное повышение, то есть в стажировке, в других отделах и так далее. Кроме того, желающим повышать свой профессиональный уровень «Русал» обеспечивает обучение. В том числе и финансирует высшее образование для перспективных сотрудников. Для тех, кто хочет начать карьеру в «Русале», но не имеет подготовки, прямо на заводе есть учебный центр, где обучают основным профессиям. Анна Гейнца, Илья Гришан. Новости Прима. Порция «Телеграм-новостей». Мэрия Красноярска публикует следующее. В городе завтра проверят систему оповещения. Такое уже было на прошлой неделе. И еще одно предупреждение. 12 октября с 10.40 до 10.45 будет эта проверка. Услышим звук электросирен и передачи речевых сообщений через громкоговорители. Просит всех отнестись с пониманием и ни в коем случае не паниковать. Это сродни учениям. А вот здесь проспект Мира публикует новость, что в бизнес-центре «Баланс» сегодня прошла эвакуация. Видим ролик такой, много людей на улице. Ну и, естественно, в этом бизнес-центре очень много этажей, соответственно, и сотрудников тоже на МРЧК-10. И в МВД сказали, что к ним не поступало сообщений. В МЧС подтвердили, что действительно это такая ложная тревога. В здании сработала пожарная сигнализация и всего лишь. Прима, наш телеграм-канал. Обязательно заходите и подписывайтесь. Предупреждаю, что завтра будет сильный ветер от 15 до 20 метров в секунду. И в четверг ожидается плюс 14. Погода, но она потихоньку портится. Когда-то же уже такая летняя погода должна закончиться. Все-таки уже середина октября. Ну и вот в подвязку к погоде Горновости публикуют фотографии с площади мира, где по полной идет подготовка центрального катка. Видим купол, видим, уже все огородили. И скоро, надеемся, что каток зальют, если, конечно, позволит погода. Главная новость дня, как я считаю, публикует ее Красноярская главный. В Киевсе нет куриных крылышек, пожаловались, собственно, клиенты этого заведения, говорят, что приходят в разные точки, причем и нигде нет любимого лакомства. На это отвечают в Киевсе, что у них наблюдается сбой поставки продуктов. Эта проблема возникла уже давно и все еще не решена, не хватает продукции, имейте в виду. Ну и здесь тоже, что говорится, как говорится, в кассу подростки Красноярского края стали чаще страдать от ожирения. Целую статью на эту тему подготовили наши коллеги с НГС-24. Переходите в их телеграм-канал и читайте подробности. На этом у меня все новости, а эфир продолжает вечерний канал Прима. Коллеги спорят нужное...